в эфире тележурнал студенческая 7 здравствуйте как известно новости бывают интересные и так себе экстренные и не очень а мы начнем зубастых а точнее зубчатых новостей впрочем какая разница корень то один в техническом университете прошла девятая международная научно-практическая конференция теории практика зубчатых передач и редуктора строения участниками традиционного международного форума а он проводится в имеешь гту с 1981 года стали около 70 специалистов в области зубчатых передач из сша белоруссии и более 20 вузов и предприятий россии согласно программе в первый день работы конференции прозвучали пленарные доклады посвященные истории инновациям и перспективам развития науки о зубчатых передачах профессоров гальфарба гутмана и лагутина открывая конференцию исполняющий обязанности ректора профессор граков поприветствовал коллег напомнив что традиции научной школы зубчатых передач имеешь гту успешно развиваются более 30 лет так исторически сложилось что в ижевске еще с советских времен образовалась целая научная школа в области зубчатых передач но если говорить более конкретно то анд ее специализация была спироидной передачи появившиеся примерно 60 лет назад соединенных штатах америки и буквально в течение двух трех лет информация не оказалась в городе ижевске ижевском механическом институте из тех пор этой темой увлеклись за три дня работы на конференции было представлено около 50 докладов включая стендовые все доклады вошли в электронный сборник трудов конференции которые получили все участники а часть работ будет опубликована в научных изданиях университета интеллектуальной системы производстве и вестник и жгту выставочном центре удмуртия завершила свою работу строительная неделя объединившая всероссийские выставки город 21 века строительство и ремонт и загородный дом в работе выставок приняли участие 52 предприятия из 8 российских регионов и жгту имени калашникова постоянный участник всероссийской выставки город 21 века представил несколько проектов разработанных на факультете реклама и дизайн теплотехническом и инженерно-строительном факультет на весеннем форуме студентов и аспирантов и жгту подвели итоги студенческого самоуправления за минувшие полгода наградили активистов и победителей конкурса виват и жгту и недели науки а также избрали председателя координационного студенческого совета вуза это не просто одно из лучших российской федерации однозначно очень мощное движение которое существует на территории нашей ульмурской республики движение студенческих отрядов возрождалось именно здесь у вас на территории вашего вуза и огромное количество отрядов студентов которые сегодня выезжают свой трудовой семестр на цирину формируются благодаря штабу и жгту благодаря совместной работе нашего министерства в целом правительства ульмурской республики и мне безусловно приятно сегодня быть на вашем форуме на заседании студенческого парламента были рассмотрены вопросы взаимодействия студенческого самоуправления с обновленным составом администрации вуза задачи по повышению качества образования улучшение условия проживания в студенческих общежитиях студенческому пожарно-спасательному отряду механик исполнилось пять лет отряд был создан в 2012 году по инициативе главного управления мчс россии по удмурской республики и ректората и жгту имени калашникова ваш отряду призван заниматься помощью людям самых критических ситуациях а в этих критических ситуациях профессионалы которые находятся рядом с нами знают что главным образом проблема спасения человека определяется в первые минуты и проблема решается оперативно и профессионально если спасатель обладает чувством самоуверенности если он профессионал если он жизненноустойчив если он знает что делать бойцы отряда студенты факультета управления качеством обучающиеся на кафедре техносферной безопасности они регулярно занимаются противопожарной профилактикой на территории вуза оказывают помощь пожарным подразделениями жевского гарнизона в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций сегодня первые выпускники отряда механик уже работают службах охраны труда предприятий организации а также пожарно спасательных частях главного управления мчс россии по удмурской республике по итогам 65 юбилейной спартакиады в студенческом центре и жгту прошел спортивный вечер в этом учебном году студенты технического университета приняли участие в универсиаде высших учебных заведений удмурти по 22 видам спорта победителей универсиады приветствовал проректор по социальному развитию александр ушаков и директор спортивного центра и жгту владимир лукин у монумента на веки с россией состоялось открытие целины посвященной началу третьего трудового семестра в этом году целина стала юбилейным студенческому отрядному движению страны исполняется 50 лет поэтому самым торжественным событием церемонии открытия стало вручение путевок для работ на объектах в нынешнем трудовом семестре около 2000 бойцов из 82 строительных педагогических сервисных сельскохозяйственных отрядов отрядов проводников будут трудиться на строительных объектах в детских центрах на железной дороге сельском хозяйстве студенческие отряды удмуртии примут участие во всероссийских проектах в составе всероссийских сводных педагогических отрядов дельфин ру в краснодарском крае 9 вал в омске во всероссийском детском центре орленок на строительстве объектов мирный атом в озерске челябинской области и на космодроме восточный сейчас еще ждем результатов от нескольких межрегиональных строек да куда наши ребята тоже подали заявки это и калининград и санкт-петербург на днях объявили о всероссийской стройке север который пройдет у нас тоже на севере и будем дальше искать взаимодействовать с нашими строительными объектами на территории удмуртской республики и создавать будущее и здесь может быть выжевский на территории республики марк твен свое время иронично заметил бросить курить просто вот я например делал это 24 раза действительно что тут сложного сила есть воля есть а силы воли нет а вот свидетельство человека который смог совместить эти два понятия и бросил курить на самом деле я курил достаточно серьезно и как это не парадоксально я начал курить участь в институте в сверловске на факультете тогда вот была мода курение мы сейчас видим старые фильмы показываться особенно военные там курит все поголовно конечно у нас тоже курили почти все поголовно мониторинг который проводился среди студентов технического университета в 2010 году нарисовал довольно мрачную картину почти 63 процента обучающихся были подвержены пагубной привычки однако многочисленные профилактические мероприятия и акции в конечном итоге дали положительные всходы количество курящих студентов сократилось три раза и здесь мы согласимся с проректором по социальному развитию александром ушаковым который справедливо утверждает курить стало не модно это очень важно потому что стало модно заниматься спортом физкультурой давайте посчитаем у нас есть стадион у нас есть беговые дорожки у нас есть плавательный бассейн отремонтированный спортивный зал то есть условия для того чтобы заниматься физкультурой спортом они есть и все бы хорошо если бы не одна ложка дегтя последний мониторинг показал да количество курящих студентов сократилось а курящих студенток увеличилось два раза по нашим наблюдениям за последние годы злоупотребление табачными изделиями в разы уменьшилась но тенденция что девушки курят больше чем молодые люди она сохранилась это печально есть еще один печальный факт не факта миф очень устойчивый молодежной среде якобы курение кальянов электронных сигарет это вовсе не вредно давайте разберемся это вредно это очень вредно это тоже самое действие что ты покурил сигарету значит изначально электронная сигарета была разработана в китае китайцам для своего отца чтобы помочь ему избавиться от никотиновой зависимости принцип действия электронных сигарет я описывать не буду это сгорание жидкости под воздействием металлического раскаливания металлического стержня его вот это клубы пара обеспечивают два вещества глицерин и пропиленгликоль значит то и другое на сегодня нет к сожалению больших обширных исследований что при сгорании эти вещества приобретают канцерогенные формы но уже первые ласточки появились это первое второе сам по себе никотин в электронных сигаретах проконтролировать крайне сложно можно передозировать так что от одной затяжки можно упасть и умереть это чистый никотин и это яд согласно владимиру далю гимн это хвалебное песнопение в стихах или музыке гимне имеешь гиту ничего хвалебного нет все правда в год 65-летия технического университета о создании гимна вуза страницы истории идея создания собственного гимна зародилась много лет назад однако до поры до времени обходились средневековым гаудамус время наступило весной 2008 года увидел на сайте кто-то из студентов что объявлен конкурс на написание гимна и жгту ну ректора там объявлен и каким-то образом об этом услышал широких и написал мелодию сочинил после подведения предварительных итогов было отобрано две конкурсные работы одну из них подготовили руководители вокальной группы рек тайм алексей и лариса письмеровы 2 была создана дирижером big band и жгту андреем елисеевым с авторстве сергеем широких гулял весной уже таяла еще 1 дай попробую подумаю ну и как-то так родилось само собой ну и тут как-то я видимо ему на пути попался видимо случайно я так думаю вот не хватает текста ну я какой мог текст сочинил или написал это наверно громко сказано придумал некий текст под вот этот ритм под вот эту мелодию окончательное подведение итогов конкурса состоялась на заседании ученого совета и жгту в сентябре 2008 года собравшиеся выслушали оба варианта гимна после проведения тайного голосования большинством голосов была принята конкурсная работа сергея широких и андрея елисеева первую фонограмму гимна записал сам елисеев овладащий приятным тенором так они вместе с сергеем широких вошли в историю и стали отпетыми знаменитостями и жгту мы перелеснули последнюю страницу тележурнала студенческая 7 следующем выпуске мы расскажем о самом грозном профессоре имеешь гту этот рассказ будет полезен абитуриентам и их родителям до встречи до встречи Субтитры подогнал «Симон»